МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня. В студии Артем Гарнов. Здравствуйте. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятный день. Воздушно-десантные войска в вооруженных силах России отмечают свой праздник. Гвардеец. В Пензе проходят юноармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа. Обследование по полной. Пять медицинских учреждений получили новое оборудование. Православные отмечают и линдень. В храмах ранним утром прошли божественные литургии. 2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Дата появилась на календаре в 1930 году. Тогда, во время учений военно-воздушных сил Московского военного округа, высадился первый полноценный десант. О том, как отмечают свой праздник ветераны ВДВ в Оренбурге, в материале Елены Фурсовой. Береты, тельняшки, флаги. Представители элитных войск России собираются в музейном комплексе «Салют Победа». Поодиночке семьями. Они отдают дань давней традиции. Даже если времени нет, я всегда стараюсь найти его, чтобы приехать сюда. Отдать дань павшим десантникам, отдать дань тем, кто воюет в частное село, кто находится здесь, со всеми увидится, поздравить всех, оборудоваться. Десантники – это настоящее братство. Их девиз – никто, кроме нас. Он особенно актуален сейчас. Сегодня в условиях спецоперации любой праздник, связанный с защитниками Отечества, приобретает более глубокий смысл. И слово «патриотизм» звучит гораздо весомее. Среди ветеранов-десантников есть те, кто побывал на передовой в зоне проведения СВО и вернулся оттуда с твердой уверенностью в том, что наше дело – правое. Сомнений никаких нет. Победа будет сана. На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости. В ходе выполнения специальной военной операции в сражении с украинским нацизмом, не с украинским народом, а именно с украинским фашизмом и нацизмом, десантники в наше время показывают чудеса героизма, чудеса действительно своего высочайшего профессионализма. Я очень хотел бы, чтобы молодое поколение, ветераны воздушно-десантных войск подумали, что у них не только беретка на голове, а еще в сердце есть Россия, армия и ВДВ. С праздником, товарищи! Во время митинга матери воинов-десантников, отдавших жизнь в борьбе с неонацистами, получили на память бюст героя Советского Союза, командующего военно-воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова, которого десантники тепло называют «наш батька». Не останутся сегодня без внимания и те, кто не смог прийти на мероприятие. В течение августа зайдем в каждую семью военнослужащих десантников, где были потери. Всех, кого сегодня нет, с нами почтили минутой молчания. Ветераны-десантники вместе с детьми возложили цветы к вечному огню и преклонили колени перед родителями погибших братьев. Торжества, посвященные Дню ВДВ, продолжились у других мемориалов города. Елена Фурсова, Игорь Бероев, Новости дня. В Пензе проходят юноармейские военно-патриотические сборы гвардеец Приволжского федерального округа. В открытии принял участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. В этом году на сборы прибыли 320 юношей учеников 9-10 классов из 14 регионов ПФО, Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Оренбургскую область представляют 20 ребят из 7 муниципальных образований региона и их наставники. Как отмечают организаторы, окружно-общественный проект «Гвардеец» завоевал настоящую популярность у ребят-школьников старших классов. Сегодня юноармейские сборы – это часть допризывной подготовки в округе. Проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент подготовки молодых людей к службе в вооруженных силах и правоохранительных ведомствах. Большая работа проводится, и которая может быть здесь не совсем видна, в регионах, в муниципалитетах, в регионах округа. Работа с ребятами, которые участвуют в разных соревнованиях, также в муниципалитетах и в регионах округа. И сюда приезжают лучшие. Поэтому это действительно очень большая работа, которая очень важна в округе и особенно важна, конечно, в настоящее время. До 17 августа подростки будут проходить начальную военную подготовку, получат новые знания по истории Отечества, основам военного дела, использованию новейших технических средств вооружения и военной техники. Также ребята будут соревноваться по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО. Одно из направлений сборов – военно-патриотическое воспитание, в рамках которого пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами и действующими военнослужащими. В день открытия участники сборов из Запорожской области и ДНР задавали организаторам интересующие их вопросы. Губернатор Денис Паслер во вторник с рабочим визитом посетил Новотроицк. В администрации глава региона провел совещание, главной темой которого стала реализация государственных проектов и программ в городе. Все подробности у нашей съемочной группы Наталья Мороз и Семена Воробьева. Небольшая комната переговоров, за столом узкий круг участников. Денис Паслер интересуется, что изменилось с момента его последнего посещения Новотроицка. Здесь он был в середине июля. В числе первых вопросов – ход работ в сквере у бывшего кинотеатра «Экран». Этот проект – победитель всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Министр строительства Александр Полохин докладывает, людей добавили. Сегодня здесь работает 27 человек и 6 единиц техники. Но темп работы оставляет желать лучшего. Сдача объекта по графику 1 ноября. Поэтому темп подрядчик должен только наращивать. Но пока есть отставание. А вот ситуация с ремонтом улицы Советской и Ная. В этом году здесь начался третий этап работы по благоустройству. Он включает в себя установку лавок, урн, сев газона, посадка кустарников, обустройство пешеходных зон. Время окончания работ – 15 октября. Однако объект уже сейчас готов на 70%. Но сдавать его раньше срока подрядчик не торопится. Хотя есть все возможности для этого. Потому что с подрядчиком не разговаривать и не уговаривать его. Надо было торговать не до 15 октября, а до 1 сентября, например. И все. Вы сделаете сразу изначальный конкурс. Те сроки, которые разумны. И не надо будет ни за кем бегать. У него будет неисполнение, а потом соответствующие санкции. Отремонтируют в этом году и фасады двух десятков домов в Новотроицке. Однако здесь у губернатора вызвало недоумение. Информация о том, что жители двух домов по улице Советской до сих пор не дали свое согласие на проведение данной работы. Денис Паслер считает, это недоработка администрации, которая не может внятно объяснить людям. Они не несут никаких финансовых затрат. Деньги выделены из областного бюджета. Это недоработка, конечно же, администрации. Вы идите объяснять тогда. Я еще раз говорю, мы же сейчас ни тариф не повышаем, не увеличиваем на эти дома. Завтра нам ничего не надо. Мы из областного бюджета отдаем фонд под конкретные дома, под ремонт фасадов и крыш, которые мы делаем за счет области. В основном все делают за счет своих денег, а тут за счет области. Какая странная позиция. В завершении совещания глава региона становился на зарплатах работников коммунальной сферы и трамвайного управления. Наблюдается текучка кадров. С ней нужно оперативно работать, говорит губернатор. И дает поручение повысить зарплаты по отдельным категориям профессий до 40%. Я вам говорил уже. Я в целом, когда люди работают, конечно, отношусь к повышению зарплаты положительной. И более того, и с руководителями предприятий. Постоянно прошу и требую, чтобы они повышали. Это, в общем-то, относится и к вам, и к муниципальным предприятиям, под ведомством. Если у вас некий город прибирать, никто косить не будет, мусор убирать, деревья подстригать. И все остальное дело. Что же вы, какой порядок-то найдете в городе? С текучих кадров и недоукомплектацией 40, а то и больше процентов. Все вопросы держать на личном контроле. Такое поручение Денис Паслер дает главе Новотроицка Денису Меньшикову. Каждую неделю докладывать на заседании правительства. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня. Новотроицк. Оренбургские профсоюзы своих не бросают. Представители организации посетили Донбасс и передали бойцам на передовой автомобиль УАЗ «Буханка», заполненный гуманитарным грузом и посылками от родных. Позади почти 2000 километров оренбуржцев встречает Луганская Народная Республика. За рулем «Буханки», «Цвета Хаки» лично лидер Оренбургских профсоюзов Ярослав Черков. Горячая встреча с земляками, участниками специальной военной операции. И передача автомобиля, на которой средства собирали профсоюзные организации многих предприятий Оренбуржья. Так, ну что, мы отдаем, да, передаем наш УАЗ. Все, теперь уже у вас, пусть служит вам, да, естественно. Так, и, Сереж, мы, конечно, понимаем, что ты, но членом профсоюза ты был и являешься, да, Оренбург Энергия. И поэтому мы давайте тоже передадим вам свое знамя, профсоюзов Оренбуржи, чтобы он у вас согревал. Автомобиль УАЗ полностью загружен медикаментами, одеждой, продуктами, но, самое главное, личными посылками от семей военнослужащих. Участники операции с благодарностью приняли новый транспорт и обещали на нем вернуться в Оренбург. Вот машина очень нужна, будет пригодиться. Попал в хорошие руки. Вот, что надо, довезем до ума. Руки есть, инструмент есть. Но остальное все. Дай Бог принять обратно. Заехали представители профсоюзов Оренбуржья к своим коллегам из подшефтного перевальского района Луганщина. И тоже не с пустыми руками. Техника поможет профсоюзным организациям Луганской Народной Республики быть всегда на связи. Решение о покупке УАЗа для нужной специальной военной операции было принято на Первомайском собрании Федерации профсоюзов Оренбуржья. А вот спустя 4 месяца это решение воплощено в жизнь. Александр Криволапов, Антон Полянский. Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся. И вот, что вы увидите далее в программе. Обследование по полной. Пять медицинских учреждений получили новое оборудование. Православные отмечают и линдень. В храмах ранним утром прошли божественные литургии. Это новости дня. Мы продолжаем. В Оренбургской области пять медучреждений получили новое медицинское оборудование, сообщает Минздрав области. В июле новую технику получила Оренбургская районная больница. Система эндоскопической визуализации стоимостью почти 7,5 миллионов рублей. В Олегскую районную больницу поступила эндоскопическая стойка с принадлежностями. Цена прибора превысила 5,5 миллионов. Для детской городской клинической больницы Оренбурга приобретены ультразвуковой диагностический и хирургический лазерный аппараты. Бузулукская больница скорой медицинской помощи имени академии Косимашко получила операционно-электромеханический стол. Оренбургский областной клинический специализированный центр травматологии и ортопедии, электрохирургический высокочастотный аппарат. Финансирование осуществлялось за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области. С начала года приобретено 50 единиц новой медицинской техники почти на 52 миллиона рублей. А теперь информация для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Оренбургская область впервые примет передвижную выставку о Великой Отечественной войне «Поезд Победы». Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, которая размещена в движущемся поезде. Каждый из 10 вагонов «Поезда Победы» имеет собственный сюжет и тему. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным аудиорассказом. Организаторами установлены правила посещения экспозиции. Необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф, который открывается ровно за сутки до прибытия состава. Рекомендуемый возраст посещения 12+. Вход бесплатный. 3 августа уникальный железнодорожный состав встретит станция Оренбург. Экспозиция будет работать до 5 августа с 10 утра и до 7 вечера. Поезд Победы будет находиться на стоянке на путях отправления пригородных поездов. А с 6 по 8 августа передвижная выставка будет находиться на станции Орск. Бузулукский краеведческий музей активно обновляет свое техническое оснащение и экспозиционное оборудование. Работы проводятся в рамках программы техническое оснащение муниципальных и региональных музеев. Федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура». Новое оборудование оценила наша съемочная группа. На сегодня сделан косметический ремонт в зале Бузулук в годы Великой Отечественной войны Бузулукского краеведческого музея. Здесь полностью обновили экспозиционное оборудование. Посетители увидят значительные изменения от витрин до света. Кроме того, в этом зале, как и в других залах, будет новое освещение. Тоже уже контракт на стадии подписания, определен поставщик. Все будет новое. В нужном, нужные предметы будут выгодно подсвечены. То есть делается акцент на наиболее важном, что можно было не увидеть, например, раньше. Еще из новшеств – радиогиды. Они были закуплены также в рамках НАСПроекта «Культура». Сегодня уже активно используются при проведении пешеходных экскурсий. Такой формат нравится посетителям. В ближайших планах запустить аудиогиды. Сегодня над этим также работают. Сейчас составляют тексты, которые потом будут озвучивать актеры Бузулукского театра. Кардинально изменятся и хранилища музея. Так, деревянные шкафы, стеллажи, где раньше хранились музейные предметы, будут полностью заменены специальным оборудованием. Для художественных работ нашего музея уже заказаны мобильные стеллажи. С сетками, которые позволят обеспечить не только правильное хранение, но и безопасный доступ и передвижение этих предметов для изучения их и экспонирования. Уже поступили логеры – специальные устройства для контроля за температурно-влажностным режимом и увлажнители. Работы идут по графику. Они проводятся в рамках программы «Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев», «Федерального проекта «Культурная среда», «Национального проекта «Культура».» Федеральные в основном средства, конечно же, предусмотрены на реализацию всех мероприятий этого направления. Общая сумма составляет порядка 14 миллионов. Большая часть – это федеральные средства, 500 – сходить региональные средства, и 10% – это средства муниципального бюджета. Основная цель проекта – трансформировать музейное пространство, чтобы сделать работу учреждения еще интереснее для посетителей. Открыть обновленные залы планируют в ноябре этого года. Елена Еремина, Никита Сергеев, Новости дня. Спектакль «В джазе только девушки» Оренбургского театра музыкальной комедии вошел в список претендентов на победу сразу в двух престижных творческих конкурсах. О том, какие награды может получить труппа и о планах на новый сезон – в подробностях у Елены Фурсовой. На мюзикл, рассказывающий о том, как два музыканта спрятались от мафии в женском оркестре, в минувшем сезоне невозможно было достать билет. Постановка в джазе «Только девушки» побила все рекорды по посещаемости. Теперь бьет рекорды по номинациям. В национальной премии «Музыкальное сердце театра» их 10. В это число входят лучшие авторы, постановщики, артисты второго плана, главная мужская роль и, собственно, сам спектакль. Итоги будут подведены в ноябре текущего года. Более 130 академиков, которые входят в состав Академии современного театрального искусства, туда входим и мы с Кимальсанычем Брейдбургом. Вот теперь нам в сентябре месяце придет специальная таблица, в которую нужно будет ставить свои голоса за три места по каждой номинации. Судьбу лауреатов премии «Звезда театрала» решает исключительно публика. Наши девушки в джазе и здесь лидируют. Вот сейчас наши зрители начали такое усиленное голосование, что мы уже попали в лонглист как лучший региональный театр, лучший музыкальный спектакль в джазе «Только девушки», ну и как я, как директор. Новый сезон в этом году театр открыт раньше, чем обычно – 15 сентября. Спектаклем «Араб Петра Великого». Очередная премьера планируется к Новому году. Это будет уникальный мюзикл, у которого сразу четыре композитора. Подписаны все договора. Состоялась серия переговоров с постановщиками из города Питера, с автономной некоммерческой организацией по пропаганде театрального искусства «Глас Мусс». Мы ставим их очень громкую и яркую премьеру «Дама Пик». Еще публику ждет встреча с героями Шекспира, Ромео и Джульетта и с новыми лицами в труппе. Елена Фурсова, Игорь Пероев. Новости дня. На фасаде ДК России в Оренбурге появилось новое граффити. Финалист четвертого сезона фестиваля стрит-арта при Волжском федеральном округе Дмитрий Сумбаев завершил конкурсный рисунок. Проект называется «Азбука», где оренбужец изобразил абстрактную библиотеку, а буква выступает как символический ключ знания. Такой конкурс направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников и привлечение их к созданию комфортной современной городской среды, сообщают правительства области. Имена победителей конкурса назовут уже в этом месяце, на торжественном церемонии в Кирове. Мы продолжаем. Сегодня православные отмечают Ильин день. В это время они чтят память пророка Ильи. В храмах ранним утром состоялись божественные литургии. Пророк Илья – один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. На Руси его чтили еще до крещения страны святым князем Владимиром. Известно, что древние славяне считали Илью повелителем дождей, грома и молний. Ему молились просьбы о хорошем урожае, обильных осадках. Сегодня в Ильин день православные посещают церковь. Также они участвуют в праздничном хрестном ходе. После богослужения, как правило, устраивают застолье. На него приглашают родственников и друзей. В это время принято угощать едой всех нуждающихся. Существует поверье, что 2 августа и после него нельзя купаться в водоемах. Но оно, как говорят священники, появилось благодаря народным традициям. Однако они обращают внимание на то, что будет неправильно, если вместо службы в церкви в этот день верующие выберут купание. Есть еще одно объяснение запрета посещать реки и водоемы. Ильин день на Руси считали началом осени. Водоемы уже начинали остывать и цвести. Так плавание откладывалось до следующего сезона, чтобы сохранить здоровье. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте ордтв.ру, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8 987 852 6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!